Так, всем привет! Сегодня будем с вами устранять вибрацию на моем автомобиле, автомобиль Niva 2131. Показываю, что у меня происходит. Поднижайку поставил в нейтральное положение, включаем третью передачу. Третья передача, поехали! Набираем 200-200 оборотов и у меня начинаются вибрации. Именно на третьей передаче, все, вот она вибрация. 2-200 оборотов. Чуть выше 2,5 обороты уходят, все, все нормально сейчас. Именно вот третья 2-200. Сегодня будем, попробуем, по крайней мере, устранить вибрацию. После того, когда передний редуктор мы порвали, мы поставили СРПМ. Тогда я установил кардан на крестовинах от СМ-Профи. Здесь тоже мы поставили кардан от СМ-Профи. У меня началась вибрация. Вибрация при нагрузке. Мы сначала убрали один кардан от СМ-Профи, поставили родной. Вибрация меньше стала. Но при нагрузке все равно било в этой части. Поставили мы тоже на шрусах и у нас вибрация ушла. От СМ-Профи получается кардан, где крестовина, он не шприцует и начинает подкусывать именно в крестовинах. И при нагрузке очень сильно отдавало в подвесной и прям било. Все, сейчас вот мы поставили карданы от СРПМОЛ получается. Ну как, с завода идет. И у нас осталась эластичная муфта, потому что все мы остальное заменили. И именно как вы видели, что при 2200 оборотов у нас раздатка начинает как бы двигаться. Тут либо в эластичной муфте проблема, либо вот в этой гранате. Может быть она чуть-чуть где-то подкусывается. Подкусывать стала, да? Вот я тоже так думаю, что... Как правило муфта-то не особо, но она только когда рвется уже, то да... У нас еще раз стоит родная. А тут она как бы еще целая. Пробег 50 тысяч на родной. Тут больше непроятности, что вот в шрусе не стоит. В шрусе, да, вернее всего, стало подклинивать. Так, сняли мы бублик заводской. Это вот он шел, родной, с автомобилем. Сань, что тут можно сказать? Ну, этот, во-первых, уже вот шейковский стоял. Ну, они с завода, я так понимаю, сейчас стоят квадратные. Это вот типа как на классике. Да, на классике. Ну, и на классике, и 213-й Нив у них такой стоит. На шейковском уже вот она квадратная. То есть разница в резине-то имеешь что-то, да? Ну, в форме, в принципе, форма резины только разная. По вибрации или, говорю, подкусывает шрус у нас. Ну, есть люфт. И новый от компании Саток. Новый, понятно, тут никаких люфтов. Ну, да, он плотненький. Он тугой вон. Этот тугой. А этот вот он уже, возможно, отходил. Да. Так, и самая главная фишка, ребята, кто будет менять здесь. То есть вот в комплекте не шло. Я вот заехал, купил. Как бы демпфер центровочный, наверное, называется. Да, правильно я говорю? Да, да. Он вот так туда вставляется. Без него, ребята, не ставьте. Вы не сможете отрегулировать. Да. То есть вот резиновый демпфер. И ставится вот это кольцо уплотнительное тоже. Да. Да, вот так. Все, вот сейчас мы поставим. И уже по месту посмотрим. Уйдет вибрация. Причина была в этом. Или в чем другом. В другом, если появится опять вибрация, мы уже не знаем. Говорю, карданы все поменяли, редукторы все поменяли. Да, раздатку, коробку, все подшипники все поменяли. Единственное, ребята, только на это смущение у нас. Ну все, меняем. Все, шпильки посадили на резьбовой герметик, установили. Сейчас будем его стягивать. Все, теперь после установки вот это вот стягивающее кольцо. Нужно убрать будет, да? Нужно убрать, да. А для чего оно устанавливается? А чтобы болты легко попасть. То есть она, ну, на заводских условиях, они вот ее сжимают и застегивают хомут. То есть если его расстегнуть перед установкой, очень будет тяжело болты вставить. То есть отверстия разойдутся. Ну я понял. И все, их уже очень тяжело потом. Получается, он ее сжимает и, собственно говоря, делает центр для болтов. Да, да, чтобы для установки. А если ее не снять, что будет? Не знаю, вибрация будет. Будет вибрация, да? Получается, она, если ее не снять, она жесткая. И она, ну, то есть как бы не отбалансирует. Демпер, демпер не будет работать. Да, да, да. Пробовали, то есть, ну, был такой опыт, что забывали снять. Ага. Машина выезжала, там от угляди полы оторвет. А я понял. Все, теперь устанавливаем раздатку. Все, установили мы муфту эластичную. Еду третья. Как видите, две тысячи, две сто. Две с половиной. Показываю рычаги. Все стоит на месте. Ничего не шевелится. Вибрации никакой нету. Чуть газу нажмем. Четвертая. Ребят, ну все спокойно. Добились мы с вами нормального шума в автомобиле. Лениво. Напомню. Заменил я почти все. Заменил передний редуктор. От компании тоже. Соток. Предоставляли полностью SRPM. То есть, там все новое. Оттуда не могло идти. Задний редуктор полностью от компании VT. Тоже там все новое. Коробку мы перебрали. Раздатку перебрали. Везде новые подшипники установили. Вибрация все равно присутствовала. Убрали передний кардан от компании SM-Profi. Который на крестовинах. Вибрация стала меньше. Вперед поставили заводской шрусовый. У нас остался задний только от SM-Profi. Тоже на крестовинах. Его убрали. С ним очень сильно било. Особенно при нагрузке. Я ездил в Башкирию. Но, в принципе, я с ним не так много прокатался. Между прочим, мы его уже меняли. Минусы в этих карданах. То, что на крестовинах именно от компании SM-Profi. То, что нету товотниц. Это очень-очень большой минус. Быстро крестовины выходят из строя. Не шпрессуются. Появляется вибрация. Сейчас мы с вами эластичную муфту заменили. От компании SATOK. И, как видите, вот с вами сейчас я прокатнулся. Никакой вибрации у меня нет. То есть, автомобиль едет спокойно. Очень неприятно. Особенно как раз вот эти обороты такие рабочие. То есть, когда разгоняешься, вторая, переключаешься на третью. Как раз попадаешь на эти обороты. И весь кузов полностью у меня вибрировал. Всего лишь из-за одной вот этой эластичной муфты, зараза. На данный момент все у нас получилось. Прокатнулись с вами. Вроде все, никакой вибрации нет. По трассе не катался. Я говорю, вот, выехал с автосервиса. Все работы провожу. Автосервис 56. Кому нужно приезжать в город Оренбург, звоните к Александру. Все тоже самое. Процедуру проведет, посмотрит, сделает. Поможет, по крайней мере, решить проблему с вашим автомобилем. Всем пока. Благодарю за просмотр. Благодарю автосервис 56 за помощь. Благодарю компанию SATOK за предоставленную эластичную муфту. Все, будьте здоровы, подписывайтесь, переходите на мой телеграм-канал Нива 007. Нас там уже много, общаемся, нивоводов много. Задавайте вопросы, вам подскажут много очень грамотных людей. Все, пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok